Чтобы избежать происшествий на водоемах, администрации муниципальных образований, сельские старосты проводят разъяснительную работу. Любители зимней рыбалки и отдыха предупреждают об опасности выезда и выхода на лед. Такие профилактические акции проводятся с ноября по апрель каждый месяц. Задача – достучаться до каждого, чтобы избежать беды. Быстровский сельсовет располагается в акватории Обского водохранилища. Эти места привлекают рыбаков издалека. Когда есть рыба, то здесь могут собраться порядка 400 любителей зимней рыбалки. Происшествия случались, но трагедия была не на территории Скитимского района. Территория Новосибирского района, она граничит. И это было, ну, как бы нас против нашего поселка Тулы, Тула. Утонул УАЗик вместе с людьми. Это было, наверное, лет 7-8 назад. Они выехали на лед. Причем люди как бы серьезные, взрослые, грамотные. Лед, это самое еще, толком это самое, не застывший был. И вот они ездили, ездили везде, они все-таки к вечеру потонули. Специалисты сельсовета формируются мобильные группы. Периодически патрулируют свою береговую зону. Смотрят, где появляются съезды на лед. В этих местах делаются заграждения из снега либо шлака. Устанавливаются запрещающие знаки. Рыбакам раздают предупреждающие листовки. Когда проходим профилактику противопожарную, по противопожарной безопасности населения, это у нас постоянная, как говорится, процедура. И поэтому, соответственно, выдаем и по тонкому льду. Если кто-то подъезжает на машинах, мы оставляем памятки на машине по профилактике, по безопасности на воде, чтобы знали, как вести себя нужно. Потому что бывает и тонкий лед осенью, весной. Количество рыбаков полностью зависит от улова. Последние два года рыбы здесь мало, и любителей подледного лова заметно убавилось. Меньше стали и выезжать на лед. Вместо автомобилей, за выезд на которых можно получить приличный штраф, рыбаки стали часто пользоваться снегоходами и мотособачками. Ближе к весне лед начинает делаться иголками, и все это будет проваливаться. А здесь уже будет опасно для людей. Он даже может в самом водохранилище подальше, может метров 50-100 от берега, толстый все. А здесь у самого берега, потому что воду спускают, лед садится на песок, и получается уже там проталины и ямами. Вот самое страшное, что когда люди попадают или машина, вот в эту яму можно здесь утонуть. Всего в реестр неорганизованных мест выезда на лед в Искитимском районе значится 11 объектов. Столько же патрульных служб, созданных в муниципальных образованиях, не считаем межведомственной группы. Мобилизуются все силы сельских советов, администрации Искитимского района. Созданные патрульные группы выезжают непосредственно на береговую зону Искитимского района и работают непосредственно с рыбаками, с отдыхающими. Конечно же, мы не забываем про школы. Быстровский, Бурместовский, Морозовский, Шепковский, Тальменский – это одни из самых крупных сельсоветов, есть водоемы, которые требуют внимания не только летом, зимой, но и в межсезонье.